Вне сомнения, послание 2022 в истории будет стоять в особом ряду. Дело даже не в том, что оно первое в новом десятилетии. Сейчас момент, когда Беларусь вступит в новую фазу развития. Конституционная реформа подготовит страну к изменившимся реалиям. Впрочем, каждое из посланий становилось событием, по которому можно точно было узнать, чем живет страна и какие проблемы наиболее актуальны для того периода. Анализ некоторых обращений президента далее. 2001 год. Самое лаконичное послание. Всего 6 тысяч слов. Но обо всем. От экономики дня грядущего до горизонтов будущего, которым устремлена страна. Две темы основные. Инновации и инвестиции. Первая позволит Беларуси серьезно ускориться, в том числе и с привлечением второго, как бюджетных финансов, так и иностранных вливаний. Страна вступает в новый период, имея определенные резервы. Опираясь на опыт последних лет, мы должны в комплексе задействовать все имеющиеся для этого возможности. Материальные, финансовые, кадровые, организационные ресурсы и даже выгодное географическое положение страны. Из посланий беларусы узнавали не только ближайший курс страны. Зачастую звучали анонсы грядущих событий, а также масштабных проектов. В 2002-м таким стало строительство национальной библиотеки. Очень скоро она не только будет возведена, но и станет символом новой независимой Беларуси. А экономика должна быть экономнее. Надо поставить перед собой неимоверно трудную, но необходимую задачу. Снизить затраты в промышленности на 20-25%, в сельском хозяйстве как минимум на 30%. В 2005-м стартовала программа «Возрождение села». Именно из послания беларусы услышали слово «агрогородки». Впоследствии все это выльется в такие достижения, как полное решение продовольственной безопасности страны, а также миллиарды доходов от экспорта продуктов питания. Прошло время, когда республика стояла на коленях, когда гиперинфляция съедала нищенские зарплаты, а общество лихорадили дефицит товаров, нехватка лекарств. В 2010-м отчетливо видно, как Беларусь справилась с мировым экономическим кризисом. В непростое время удалось добиться роста ВВП. Президент говорит о бизнесе. Для него нужны устойчивые правила игры. И о повышении качества жизни беларусов. А это возможно при повышении качества отечественных товаров. Да и в зарплатах надо отходить от уравниловки. Хорошо работаешь – должен хорошо зарабатывать. Целью наших усилий должно быть формирование по-современному конкурентоспособных как экономики, так и государства в целом. 2016-й будет серьезным экзаменом для всех структур власти. Ставка на эффективные методы управления, прагматичный подход в хозяйствовании, поддержку частной инициативы. Главное сегодня богатство, не сегодня-завтра богатство – это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю. Мы должны использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС кластера энергоемких производств и повышения конкурентоспособности всей экономики. Социальная политика развития новых отраслей экономики, таких как IT, экспорт ПВТ превысил миллиард долларов и гарантии национальной безопасности. 2018-й требует глобальнее всмотреться в окружающий мир. Он не становится спокойнее, назрели изменения в законодательстве. С высокой трибуны звучит мысль о необходимости совершенствовать основной закон страны. Однако всему свое время. Нормотворчество – живой, динамичный процесс, такой же, как и сама жизнь в этом плане, конституция, как и любой другой закон. Это же закон, основной закон, нормативный акт, будет совершенствоваться. Это что, неправильный тезис? Правильно? Жизнь меняется, мы меняемся, и законы должны меняться. Основные тезисы президентского послания народу и парламенту 2020 версятся вокруг геополитики и ее влияния на Беларусь. Дело не только в эпидемии коронавируса. Знобит цены на нефть, закрываются границы, нельзя абстрагироваться от происходящего в мире, тем более с открытой экономикой республики. И самое главное, очень важно сохранить уже завоеванные экономические позиции, обеспечить спокойствие граждан и развитие страны. Здравые политики вовсю говорят об остром дефиците полноценного диалога в международных отношениях, но их не слышат. В этих условиях торговые конфликты перетекают в политическую и военную плоскость, становятся фактором развития внутренней дестабилизации отдельных государств. По посланиям президента можно изучать историю страны. Из них становится ясно, какие задачи ставились на перспективу, какие цели достигнуты и какие приоритеты были у белорусского суверенитета. Евгений Горин, АТН.